...близких разбросала так, что порой стало невозможным даже провести в последний путь. Вот и сегодня, благодаря Палечке и Исаку, мы собираемся во второй раз, чтобы дать дань уважения памяти всеми любимой и уважаемой нами тетерами. Этой замечательной женщины, которая была олицетворением простоты, скромности, доброты, женского обаяния, большого ума, житейской мудрости и, конечно же, большого трудолюбия, верности и преданности до конца своих дней к мужу, детям и семье. Как цветы цветут под лучами солнца и свежестью росы, так и мир становится ярче и краше благодаря таким женщинам, как тетерая. Потому что рядом с ней всегда было тепло, светло и уютно. Это была очень аккуратная, чистоплотная женщина. Наверное, потому что она генетически унаследовала это прекрасное качество от своих благородных родителей, от тех людей, с которыми ей приходилось жить. И второе, 53 года она была верной спутницей такого замечательного человека, человечного человека, как Рахматина Дори Деляича. Дори Деляич был не просто педагогом. Он был кладезем светлых мыслей, добрых советов. К нему за разрешением своих проблем за помощью обращались не только ученики и их родители, но и жители города, соседи, родные и близкие. Двери их дома всегда были на стеже открыты. И все, кто были в их доме, не может забыть чистоту, убранство, красоту их дома, где бы они ни жили и в каких бы условиях они ни жили. И при том, что тетя Рая целыми днями работала вплоть до выхода на пенсию. С кем бы ни работала тетя Рая, совсем она была дружна. Рахматина тетя Роза Калантарова, Боша Тетнамо Кузайлова. Многие годы они работали вместе. Я никогда не слышала, чтобы между ними были склоки, ссоры, зависть или злословие, потому что они все были дочерьми благородных родителей. Многие годы ей пришлось работать Рахматина с дядем Узиком Потаховым, который был знатоком своего дела, был очень аккуратным и очень требовательным человеком. И здесь же тетя Рая снискала большое уважение и авторитет. Она любила, почитала и уважала родителей своего мужа, любила и уважала его сестер, братьев, их жен и мужей, так же, как и они ее. Вы все знаете, что наши отцы работали не только вместе, они были не только коллегами, они были большими друзьями. Этой дружбе можно было позавидовать. Такой дружбы, мне кажется, больше не будет. Этой дружба была чистая, бескорыстная. Они друг за другом стояли стеной, они друг другу подставляли свои плечи, они делили свои радости и горести. Но дружили и их жены. Даже после смерти их мужей наши мамы созванивались, а при встрече обменивались памятными подарками. И мало того, они заботливо и с любовью относились к их детям. Тетя Рая очень часто опережала меня и звонила, поздравляла меня с праздниками. А в те дни, когда писалась книга о моем отце, она позвонила и попросила, «Зоечка, напиши, пожалуйста, про Антона Аумовича, потому что вы знаете, Антон Аумович наряду с моим отцом, с Давидем Ляевичем, с Юрием Захаровичем, Юрием Аронычем, Аннаем Васильевичем были всегда вместе».